Всем привет, с вами Влад Ядров и я начинаю серию видеороликов на тему зарубежного фриланса. Как выйти на зарубежный рынок, как зарабатывать в долларах и сегодня мы еще с вами поговорим, какие же профессии актуальны на 2022-2023 год, чтобы вы зарабатывали действительно много за рубежом. Поехали! В данном видеоролике я хочу сделать некую обзорную для вас экскурсию, сколько же зарабатывают зарубежные фрилансеры, наши соотечественники, за рубежом. Какая у них ставка? Давайте сравним эту ставку с российскими реалиями и поймем вообще, есть ли смысл выходить на зарубежный рынок. Для начала давайте пару нюансов очень важных выясним. Первое, то что зарубежный рынок действительно платит очень много и это не сказки никакие, потому что я думаю ни для кого не секрет, что в Европе, в Америке зарплаты и пенсии все намного выше, чем у нас на российском рынке. Поэтому за твою работу, которую ты здесь берешь, 20 тысяч рублей, там готовы платить 100 тысяч рублей, потому что там совсем другой рынок и ты к этому рынку можешь присоединиться. И фриланс, зарубежные биржи фрилансы тебе в этом обязательно помогут. Следующий самый частый вопрос, наверное, а я не знаю английского. Блин, я тоже не знаю английского. И поверь, там многим вообще плевать на твой английский. Если ты умеешь пользоваться компьютером, значит 100% знаешь, что такое онлайн-переводчики. Google Translate, пожалуйста, тебе в помощь. Он легко выполнит все задачи, самые обычные переписки и переводы того, что тебе пишут. Этого тебе хватит. Прежде чем начать смотреть, какие же профессии действительно денежные и трендовые сейчас за рубежом, на каких можно хорошо подняться, давайте вообще сравним ценовую политику в России и за рубежом. Итак, я вот вбиваю критерии на бирже фриланса Upwork Brandbook. И здесь вижу, что Даниил берет 40 долларов в час, у нас Александра 25 долларов в час, кто-то 100 долларов в час и так далее. И, как видите, здесь есть надпись, сколько человек уже заработал. Так вот, люди зарабатывают 20-100 тысяч долларов. И это они уже заработали на данной бирже. Они брали заказы. Давайте в объем то же самое Brandbook у нас в России. И у нас здесь цены от 1,5-5 тысяч рублей. Но, опять же, непонятно, до какого это качества все. Давайте по-русски еще сделаем. Brandbook, пожалуйста. 16 тысяч, 40 тысяч. То есть, средняя цена 40 тысяч. Запомнили. Давайте зайдем вот к нашему человеку, который заработал 100 тысяч уже из Украины. И посмотрим, какие последние у него были заказы. 6 тысяч долларов, полторы тысячи, ну, 1200 долларов. На 220 что-то он сделал. Давайте посмотрим все. 19 тысяч, 7 тысяч, блин, 5 тысяч, 2 тысячи, тысяча. Ну, это прям в 2, в 3, в 10 раз больше, чем это в России. Я думаю, на этом сравнение цены в России и за рубежом мы закончили. И это прямое подтверждение того, что есть чеки и 19, и 7 тысяч долларов. То есть, только на дизайне можешь зарабатывать приличные деньги. И вопрос, смысл зарабатывать копейки в России, когда твой талант стоит намного дороже? На мой взгляд, просто российский рынок еще не может просто позволить действительно такого уровня специалистов. И просто рынок сформировал свои условия и платит кратно меньше. Это просто демпинг цены всех бизнесов по отношению к специалистам. Специалистам в России живется не сладко. Сейчас мы понимаем то, что рынок трясет. И многие фрилансеры действительно остаются без работы. Многие не знают, как адаптироваться к условиям и выйти на зарубежный рынок. Поэтому мы сделали поддержку всем фрилансерам. Вы можете спокойно оставить заявку. И наши менеджеры проконсультируют вас абсолютно бесплатно, как вам выйти на зарубежный рынок, что вам необходимо сделать. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Так что переходите, консультация абсолютно бесплатная. Следующую профессию будем обозревать SMM-менеджер, Social Media Marketing. Можете оформлять сообщество бизнесом, зарубежным. Писать классные посты, оформлять сторисы и так далее. В общем, давайте посмотрим на заработок. 25 долларов в час, 30 долларов, 13 долларов, 25 долларов в час. И заработал уже больше 30 тысяч баксов. 30 тысяч долларов это, давайте быстренько посмотрим по нашему курсу. Ну, сейчас я буду считать где-то на 80. Так всем пока удобно, неплохо, правда ли? 2,5 миллиона просто на бирже фриланса. Зашла и вот давайте посмотрим, какие проекты она брала. 4 тысячи долларов у нее проект. 100 долларов, 50 долларов, 50 долларов, 75 долларов, 95 долларов. А на секундочку, вот 95 долларов, 100 долларов это 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей за, вот, например, редактирование фотографий. Почему бы нет? Я знаю редактирование фотографий. У меня девочка делает это на бирже Quark. Она это делает за, по-моему, 2 или 3 тысячи рублей. Давайте посмотрим. Дизайн 18 постов мне стоило 2 тысячи рублей. То есть, находите, да, такую неплохую схему. Берете здесь, продаете за 100 баксов. Здесь перезаказываете за 2 тысячи рублей. И зарабатываете свой профит вообще ни в чем не разбираясь. Даже если у вас еще нет никакой профессии. Мы разобрали с вами SME менеджеров. Мы разобрали дизайнеров. Это крайне востребованная профессия. Также есть видеомейкеры и различные видео-аниматоры, которые могут делать всякие видеомоушн-дизайны. И они тоже крайне востребованы. 50 долларов, 25 долларов в час, 40 долларов в час. Просто сумасшедшие, конечно, ставки. И люди тут зарабатывают. Ну, 20 тысяч долларов здесь никого не удивить. Давайте что-нибудь найдем поинтереснее. Я знаю, люди зарабатывают и 100, и 300 тысяч баксов. Ну, естественно, это за весь период указывается. Ну, тем не менее. И так, 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 так. Вот 100 тысяч из Украины. Станислав, 100 тысяч он заработал. Давайте просто, ну, я люблю считать денежки. 100 тысяч умножаем на 80. И получаем 8 миллионов. Ну, в целом была простая математика. Ну, для наглядности мне надо было посчитать. Давайте посмотрим, что же Станислав берет у нас за работы. Так, у нас есть тут тоже 4 тысячи, полторы тысячи, 4 тысячи. Какие-то маленькие проекты. В среднем 4 тысячи, да, у него. Неплохо, неплохо. 200, 300, 3 тысячи, тысяча. Прилично, прилично. Если вы разбираетесь в моушн-дизайне, и у меня даже есть отдельный курс по созданию моушн-дизайна видео, когда вы можете просто взять шаблоны, переделать их под какой-то бизнес, и это будет ваша работа. Не очень сложно. Научиться этому буквально можно за пару месяцев. Зарабатывать будете вы кратно больше, чем, не знаю, сидеть продавцом в пятерочке. Мне есть очень важная для вас пометка. Относитесь к зарубежному рынку, как к распределению рисков. В России может быть волнение, может у тебя не всегда быть стабильный доход, может там где-то реклама отключаться, блокироваться и так далее. В зарубежном рынке будет все спокойно. Если тебе понравится, в дальнейшем ты уже выйдешь на многих клиентов за рубежом, и тебе понравится, ты можешь уйти полностью. Но если у тебя есть здесь в России клиенты, не бросай их ради того, чтобы уйти за рубеж. Сначала уйди полностью за рубеж, вкуси все, что там тебе будут давать. Если тебе действительно там понравится, то оставляй клиентов. Но сейчас я бы рекомендовал сидеть на двух стульях, а точнее стараться сейчас сформировать второй стул. Потому что выйти на зарубежный рынок, это не всегда так быстро. Поэтому рекомендую вам все мои видеоролики, а их будет серия. Смотреть каждый до конца, а также подписывайтесь на мой телеграм-чат, и смотрите полезный вебинар про зарубежный рынок. Ссылочки все будут в описании. Видеографы много зарабатывают. Ну и моя любимая профессия, которая из России пока выпилилась, это Facebook ADS, Facebook менеджеры, которые настраивают рекламу. Вообще за границей нет такого понятия разделения, что типа вот я настраиваю только Google, только Facebook. Там специалисты настраивают практически всю рекламу. То есть просто есть один человек, и он настраивает и в Google, и в Facebook. То есть его главная задача, это дать трафик бизнесу. А вопрос каким образом, неважно. Вот, например, у нас есть Facebook. Давайте посмотрим просто описание. Facebook, TikTok, YouTube. Ну здесь можно было еще добавить Google. Заработал уже больше 50 тысяч баксов, и в среднем проекты у него 405 тысяч долларов, 75 баксов, 95, 500. Ну то есть есть и крупные, есть и мелкие. Тут опять же в зависимости от того, сколько он потратил на это времени. Здесь где-то есть фиксированная оплата. Да, вот видите, фикс 95 баксов он взял. А где-то посчитали, как за 3 часа работы. И, собственно, вот даже какое-то видеоредактирование. Так, я хочу найти какого-нибудь крупного фрилансера, который действительно еще много заработал. Так, вот у нас есть, Алексей, 400 косарей, 400 тысяч баксов. Давайте переведем для удобства. Так, что же он пишет про себя? Да, и так, он дизайнер, аниматор, видеограф. То есть здесь вообще все. Но мне интересно именно реклама в Фейсбуке. Вот, специалист на Фейсбуке 2000 долларов заработал. 30 баксов в час у него стоит. Вообще средняя ставка 30-40 долларов в час. Это абсолютно нормальная история. Так, есть у нас здесь попадаются UX-дизайнеры, но нам нужно все-таки найти специалиста по рекламе. Так, вот, Анатолий. Супер, 30 баксов в час у него. 200 баксов уже в плюсе заработано. Давайте посмотрим, что он за проект взял. Что же он за работу взял? Давайте посмотрим. Быстрая работа, проверка домена, реклама в Фейсбуке. Некоторые проблемы. В общем, он, скорее всего, взял, что это а-ля консультация. Просто прикрутил, возможно, домен и заработал 100 баксов. Фиксированная оплата. Ну, как вам? Неплохо? Неплохо. Анатолий тоже, мне кажется, очень рад. Итак, вот я еще нашел одних крутых специалистов. Давайте перейдем в страничку. Инстаграм АДС. Именно по Инстаграму сертифицированный специалист по рекламе Google. Эксперт по Фейсбук и Инстаграм. Итак, 20 тысяч долларов он заработал. 25 долларов в час у него стоит. И давайте посмотрим, какие он выполнил заказы, чтобы все таргетологи понимали, на что ориентироваться. Фейсбук и Google АДС менеджер для интернет-магазина. 1200 долларов. Фиксированная цена. 150 долларов, 150 долларов. Посмотрите просто на вот этот заказ. Исправление ошибок Google рекламы. 725 долларов. Тоже фиксирована оплата. Можно листать до бесконечности, но скажу вам одно. Зарабатывать за рубежом намного приятнее. Как я вижу, многие зарабатывают действительно хорошие суммы. А конкуренции здесь сейчас практически нет. Так как многих реально профессионалов, например, с российского рынка, просто убрали с данной площадки. И есть ряд обходов, как вам можно зарегистрироваться на этой площадке и зарабатывать, продолжать деньги. Но вы имеете в виду то, что конкуренции стало намного меньше. Потому что все ребята, которые имели уже определенные рейтинги и наработанные свои карточки, тоже будут сейчас начинать с чистого нуля. Единственное есть но. Они уже с каким-то опытом работы на этих площадках, а вы только начинаете. Но лучше начать сейчас и зарабатывать сейчас уже намного больше. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам была полезная информация, сколько ребята зарабатывают уже наши соотечественники за рубежом. И жду вас в следующем видео. Там мы поговорим тоже на очень интересные темы. Если у вас есть какие-то вопросы по зарубежному фрилансу, то задавайте мне их в комментарии. Я с удовольствием поотвечаю. Ну а также подписывайтесь на телеграм-чат и смотрите вебинар на тему зарубежного рынка. Вам он будет очень полезен. Ну а с вами был Влад Ведров. Пока-пока.